это урок по джумал 4 меня зовут федор васильев а в этом видео давайте узнаем а насколько же быстро загружаются страницы в джумал 4 какие условия эксперимента проверка скорости сайта давайте сначала я оглашу хостинг обязательно платный php 7 и 4 выставлено в настройках вы должны понимать что от хостинга в первую очередь от хостинга зависит скорость загрузки сайта уже потом сам сайт да насколько он тяжелый я говорю о том что если будет хостинг у вас самый быстрый в мире и вы будете загружать тяжелое изображение на сайт видеофайлы никак не оптимизировав сайт то он все равно будет долг грузиться даже на самом быстром хостинге чистая джумла никаких расширений не используются стандартный родной шаблон сразу хочу сказать что этот шаблон родной и всегда так был у джумла они самые быстрые какой бы шаблон не был премиум класса для джумла если вы купите он все равно не будет таким быстрым как родной шаблон джумла и вообще этот шаблон мне нравится здесь установлена демо данный джумал 4 я вижу как выглядит дизайн и стиль для небольшого простого сайта блога или каком из портала я бы сам даже использовал этот родной шаблон именно то есть вот его название мы еще коснемся его у нас будет в дальнейшем уроке по его настройкам настройка мне много но они есть и я хочу вам сказать вообще визуально когда я гулял вот по страницам джуму 4 там по блогу визуально мне показалось что сайт достаточно шустрый открываются странички также и админка сайта джума мне показалось открывается достаточно быстро проверять скорость загрузки сайта будем самым банальным и самым популярным способом через google page speed inside через специальный сервис значит какие условия джума чисто никаких расширений нет родной шаблон наполненность демо данными то есть вот просто вот я считаю достаточно чтобы проверить этот сайт далее единственно что я включил кеширование чтобы сайт кешировался никаких плагинов по оптимизации сжатия скриптов css ничего нету здесь для тех кто тоже будет тестировать и не знает вы переходите система общие настройки система система кеширование я выбрал стандартное кеширование и переключил специальное кеширование сохранить закрыть и не забудьте что вам надо включить плагин плагин кеширования переходим в плагины вы можете отсортировать как отключено и выбрать system системный плагин у вас здесь будет плагин он будет в отключенном состоянии так как я уже его включил вот он обычная система кэш страниц здесь вы зайдете внутрь переключитесь состояние включено но я еще использую включить кеширование в браузере переключил в положение до сохранить закрыть все по нескольким страницам погуляйте после включения кеширования и потом перейдите вот сюда кэш посмотрите чтобы здесь вот что-то было значит кеширование работает ключ кешир на включена пока кеширование включена здесь будет пустая страница вы видите что кеширование вот они уже идут строки что все это кешируется когда сайт кешируется у нас сайты выдается копия сайта из кэша и это чуть пошустрее грузится но его смотреть результаты проверяет надо разные страницы потому что каждая страница по разному может грузиться вот главная страница да вот она главная страница нас не интересует сейчас компьютерная версия здесь все хорошо сейчас наше время все пользуются мобильным устройствами поэтому только сюда мы смотрим вижу эту цифру да неплохо но что-то мне подсказывает что эта цифра упадет когда мы реально уже наполним сайт опять же если шаблон поменяем скорость будет уже другая потому что шаблон может быть тяжелым но опять же мне еще интересно плагин когда будет он доступен для джума 4gsh optimize один из самых популярных плагинов для оптимизации сайта джуму попробуйте под с этим плагином может быть там будет очень хороший результат в общем результат так себе и мне ожидалось что будет в зеленой зоне а чистый джума сайт без всяких сторонних плагинов без всего он должен выдавать вот такой результат в любом случае но к сожалению у меня здесь это не так но опять же здесь не выполнены самые вот эти грубые ошибки например используя современный формат их изображения это формат в.п. да но честно говоря последнее время и с этим форматом я не вижу сильный прирост скорости в общем это была чистая проверка без оптимизации сайта то есть если бы я стал изображение здесь подгоняйте уменьшать эту бы уже получать и я хочу повлиять на оптимизацию я хотел сделать чистую проверку вот именно как сама джума 4 потому что разработчики убеждают что она прям стала быстрее быстрее это я проверил главную страницу смотрите надо еще проверить страницу блога вот анонсов статей эта страница уже грузится пошустрее 86 почти 90 ну по понятное дело компьютерная компьютерная версия на высоте и еще такое может быть что во время проверки глюканул хостинг упал сервер на секунду и скорость сразу исказиться надо делать на каждую страницу через например минуту через две три проверки и с этих трех попыток брать среднее значение до чтобы максимально точно показала вот результат когда там не глюканул хостинг сервер и так далее во второй раз проверяю вижу что вот здесь по чуть-чуть прибавилось здесь не изменилось и самое то что мне но было удивительно если я зайду в развернутую статью вот так и проверю эту страницу давайте проверим здесь ситуация меня очень обрадовала для мобильных 93 то что я хотел увидеть для всех страниц для компьютера тоже 97 как раз таки здесь я не ожидал увидеть такого результата дело в том что я помню результат джума 3 3 серии именно чистый джума причем там не было даже демо данных вот реально был полностью голый сайт был включен кэш на джума 3 серии и я зашел вот так вот в развернутую статью без картинок без всего и у меня для мобильных устройств был очень плохой результат у джума 3 серии в данном случае в развернутой статье здесь джума 493 показывает лучше лучше результат но к сожалению не на всех страницах в принципе это было просто проверка скорости мне самому было интересно буквально 10 минут назад я сам еще не знал насколько какие результаты покажет page speed inside а теперь вопрос напишите в комментариях при равных условиях если вы захотите протестировать на ваших хостингах напишите какие скорости показала показал ваш сайт мне будет интересно посмотреть и сравнить и возможно какой-то комментарий от себя если вам есть что сказать по этому поводу потому что мы так долго ждали джума 4 столько лет и стоит ли сейчас на нее как бы ругаться что она обязана быть зеленой зоне потому что относиться к page speed inside вот на сто процентов что вот он идеал и нужно прям подчиняться и слушаться его показателям ну все им пользуются да но я много раз слышал что не надо уповать вот на этот page speed inside вот прям на сто процентов потому что есть и другие измерялки и самое главное измерить это именно сколько секунд затрачивается при загрузке страницы давайте это можно посмотреть прямо в браузере посмотреть код элемента я нажимаю здесь я выбираю вкладку network и обновляю сайт сайт обновился и скорость вот здесь у нас показано размер во первых страницы и 785 миллисекунд главная страница давайте еще раз проверим вот 691 миллисекунда сейчас показал вот может быть стоит все-таки на этот результат смотреть потому что но две секунды в идеале максимум должен грузиться сайда ладно будем считать что здесь ничего нет если это просто сайт блок наполняете вы его там статьями какие-то модули добавите какие-то расширения вы все равно добавите скорее всего сайт утяжелиться нам нужно немножко запаса скорости поэтому не думайте что 786 миллисекунд это все все равно это вес страница возрастет потому что мы так или иначе будем установить какие-то расширения а если это интернет магазин тяжеловесное расширение для джун вот там надо уже смотреть будет скорость загрузки сайта это была чистая проверка именно самой джун как она себя ведет вот визуально в целом и общем джума 4 шустрее прям вот значительно шустрее чем джума 3 в этом плане да они достигли сделали этого этот результат именно разработчики увидимся с вами в следующем видео 5 4 5 5 6 7